Ну вот пропащий пьяница, пропащий. Это люди, которые пропили всё. Они лишились работы, связь с родственниками потеряна, они лишились даже жилья. Это кто? Бомжи. Люди за чертой. Целые организации для них являются в той или иной роли. Вот представьте себе, летом бурно идёт жизнь, они собираются по 10, по 15, по 20 человек строят шалаши в лесной полосе. Вот они там живут. Они пьянствуют, они воруют, они добывают деньги на свалки. Их ловит полиция, ловит полиция. Летний период очень бурный. Полиция для них преследователи, суд преследователи. Если арестовали за кражи, тюрьма – это преследователи. Он выставляет своё разрушенное здоровье как защиту. Отправьте меня в больничку. Медики – это спасители. Всякие социальные службы – это спасители. Гуманитарная миссия спасителей. Армия спасения. Вещи, покормить, ночлежный дом. Зимой, чтобы не было обморожения. Вот переночевать. Нальют суп бесплатно, похлёбку какую-то. Ну, вот там тебя пригреют. Целая организация спасителей, либо преследователей. У нас очень плохо работают социальные службы. Эти люди брошены на произвол. Честно говоря. Они заражают друг друга инфекциями, туберкулезом. А долго не живут. Если попадают к социальным службам, или ноги обморожены, ампутация, или уже находятся в социальном доме. Ну, вот так. Наши соседы, Швеция, соседы Швеция, или Финляндия, там уже давно просчитали. Лучше таких людей, которые находятся за чертой, содержать на всём готовом, чем просто вот они будут просто в обществе, вот как наши бомжи. Они давно просчитали. Там у них очень сильные социальные службы, программы, созданы все человеческие условия, коттеджики, социальные работники, продуман рацион, у каждого комната, у каждого телевизор, салатики, простые. Ну, деликатесов нет, но простая продуманная пища, первая, вторая, третья. Им дают карманные деньги, ну, где-то в размере двух-трёх бутылок пива, карманные деньги. Вечером обязательно столовое дешёвое вино наливают, кто хочет. Вот у них эта категория называется признанный алкоголик. Признанный кем? Самим человеком. Да, я алкоголик, да, я не собираюсь ничего менять в жизни, да, я согласен, что меня содержали на всём этого. Вот там они живут. Наши бомжи долго не живут. Мы мало что знаем о той жизни, но всё-таки бывали случаи, когда возвращались люди в социум, возвращались. Лембет Курвиц, эстонский писатель, 6 лет находился в депрессии, 6 лет, за чертой, за чертой. Вот он рассказывает, незатейливый такой вот рассказ, он назывался 2002, 2008, 2002, 2006. То есть вот 6 лет он находился в депрессии. Тартусский писатель, талантливый, где-то потерял рукопись, стал пить, развод с женой, стал бомжевать. Причём квартира, но бомжует, бомжует. Вот он рассказывает о той жизни, как он сидел на паперте, как они доставали пропитание, где около какого ресторана, у какого магазина, в контейнерах, что можно добыть. И кофе можно добыть, склизкую колбасу можно помыть в растворе марганцовки, и оказывается тоже можно в пищу. Ну, короче говоря, вот он напился пьяный, взял ружьё, стал стрелять по окнам своей бывшей жены, его арестовали, оформили уголовное дело, следственный изолятор. И там он расписывает всё, как в тюремных камерах гомосеки его преследовали, он еле отбился, потом назначили экспертизу, и в наше судебно-психиатрическое отделение. Дошёл до точки. Вот много ли человеку нужно? Много ли человеку нужно? Он в депрессии, 6 лет. У него повреждена нога. Он ходит, волочит свою ногу на перевязке. Вот пришёл на перевязку медсестра, не молоденькая даже, но у неё хорошее весеннее настроение. Она расстегнула свой халатик и показала ножку. У него загорелась жажда жизни. Оказывается, женщина есть, и оказывается даже ей можно любоваться. Он захотел жить. Вот с этого момента произошёл поворот в его жизни. Он захотел жить. Поскольку он был в психозе, врачи-психиатры признали его невменяемым, освободили от ответственности, поскольку был в психозе, не отвечал за свои поступки. Ну и его отправили на принудительное лечение. Врачи оформили пособие. И пока он находился там год или полтора, на его счёт шло пособие. Он фактически не тратил. На всём готовом в больнице. И собралась большая сумма. И когда закончилось принудительное лечение, он возвращается домой. Ни окон, ни дверей, куча дерьма. И возвращается в жизнь. Начинает вывозить это дерьмо. Заказал окна, двери. Начинает возвращаться в жизнь. И вот первый рассказ, что с ним происходило. И вот честно написал. Были случаи, были случаи. Валерий Мех написал, тоже бомжевал, очень талантливый писатель. Ну, бомжевал какое-то время. Он написал рассказ «Бестна». Опубликовали в журнале «Радуга». Один день из жизни двух алкашей. Мужчина и женщина. Сожитель. Вот они вечером пьянствовали. Столько много выпили. Она хитрая. Она оставила заначку 150-200 грамм, куда-то запрятала. Тайна утром похмелилась. У него башка болит. Вот они и собрались. Жрать нечего. Денег нечего. Выпить. Она похмелилась. Она хитрая. Вот они и отправились. Какой-то городок, может быть это Тапа, недалеко от Таллина. Приезжают, каким-то образом добрались до Таллина. И повезло. Где-то пригород набрели на заброшенный сарай. А в этом сарае нашли два мешка бутылок. И вот они как мыли эти бутылки, чтобы сдать эту стеклотару. Сдали. На полученные деньги купили 6 бутылок крепленного вина. Сразу за углом магазина выпили по бутылке. Как им похорошело. Потом они попали в такое вот на кладбище. На кладбище сообщество местных алкашей собралось. Человек 10-15 в часовенке. И вот там они отмечали день рождения одной из дам среди бомжей. Но вот словечки, фразы. Как это строится. Как это взаимодействие у них. И так напились, что еле-еле успели на последний автобус. И едет домой. У нее проблески сознания. Проблески. Короткие периоды. Оказывается у нее сын. Давно не видела. Сын остался с мамой где-то в России. За Уралом. И вот проблески. Потом опять все это темно. Захлопывается сознание. Приехали. Открывает ворота этого заброшенного холодного дома. Ворота открылись. Она упала. Всем телом луж. Мокрая. Сожитель ее достает. С нее это все грязь стечет. Двери открыли. Бросил ее на кровать. Сам свалился. Вот один день из жизни бомжей. Ну можно сказать бомжей. За чертой. Алкоголь никого не жалеет. Никого не жалеет. Но удавалось. Удавалось и помочь человеку вернуться в сообщество. А иногда и не удавалось. Юра Анисимов. Юра Анисимов. Депутат городского собрания. Такой умница. Такой продвинутый. Но так получилось, что кончился депутатский срок. Меня опять выбрали в городское собрание. Юра поехал. Стал работать на элкотеке. Он не пил. Мы даже понятия не имели, что какие-то проблемы у Юры. А потом Юра срыв у него. Потерял работу. Жена вытурила его. Он перешел к маме 80-летней. Стал пить, пить больше, больше. На мамину пенсию. Мама по возрасту скончалась. Или уже ее нервы были измотаны до последнего. Короче говоря, мама скончалась. Он продал мамину квартиру. Перестал пить. С такими деньжищами уехал в Россию. И положил деньги в банк. А этот черный четверг, как называется, дефолт. Деньги положил. И эти деньги сгорели. Но каким-то чудом, имея паспорт, ему удалось вернуться обратно. Мы не знали никто, что с Юрой. Куда-то он пропал. Один депутат, говорит, прибежал в городское собрание, так, в фойе. Ребята, Юра, я вчера видел в парке. Он ночевал в коробке из-под телевизора. Надо помочь, надо помочь. Все засуетились. Один депутат говорит, да, надо помочь. У меня есть место, строительная организация. Сейчас идет ремонт школ для Юры. Место сторожа заодно и будет помогать строительным рабочим. И сторожем будет работать. Оформили сторожем в этой строительной организации. Юра не пьет. Он работает. Месяц отработал. Получил деньжищи. 6 тысяч крон получил. Из-за того, что он сторожил там. Из-за того, что он работал, помогал. Юра куда-то пропал. Еще один депутат. Надо Юре помочь. Я в социальную комиссию. Надо документы собрать. Все собрали, все сделали. Социальное жилье. Хотя бы в общежитии, комнату. Но нельзя, чтобы человек оставался на улице. Куда делся Юра? Юра получил зарплату и исчез. Я со своей стороны предложил Юре. Давай, Юра, я тебе помогу. Ходи на мою программу. Ходи. Юра исчез. Оказывается, Юра, имея такие деньги, на улице Татаря, снял квартиру и не пьет. Чистенький ходит. Местные алкаши пронюхали. Юра, ты не пьешь. Молодец. Ты хотя бы выстави нам. Выстави. Хотя бы угости. Как-то не по-человечески. Юра купил целый литр водки. Литр водки. Они пришли к нему, они пьют, они чмокают, закусывают и всячески соблазняют. Юра, смотри, вот мы твою водку пьем, а ты даже и вкуса не попробовал. Ну, раскрутили. Юра выпил, как начался у него запой, до такой степени напился, что у него просто началась белая горячка. Просто белая горячка. Он пришел в здание школы, вот где у меня был офис, да, здание школы в библиотеке. И вот Юра, ошарашенные глаза, озирается. Я понял, я понял, что у Юры начинается белая горячка. Я побежал звонить, вызывать скорую помощь. Юра схватил железную вешалку, такая вот, вешалка на ножках и вот с этими. И вот этой вешалкой, как саданул двойное стекло, вывел вместе с рамой в состояние белой горячки. Скорая помощь взяла Юру, отвезла на Висмаре, на центр наркологический, улица Висмаре. Вывели Юру из состояния белой горячки, из алкогольного психоза. Юра пришел и говорю, Юр, давай, включайся в программу, у тебя такой срыв. Давай. Ой, надо работу искать, без денег я сейчас все пропил, все пропил. И вот так Юра ко мне и не пришел. Прошло какое-то время, опять пропал. Видели его в обоссанных штанах, заходил в автобус понурый. Жив он сейчас или нет, неизвестно. Поэтому алкоголь никого не ждет. Удавалось, удавалось вернуть людей, вернуть. Социальный работник Лариса, Лариса, и я. Вот бомж, который и паспорт потерял, и вид на жительство просрочил, остался без ничего. Жил у Ларисы на даче. Она сказала, ты не халявщик. Вот работай, помогай мне на даче, я тебя за это буду кормить. Но я тебе помогу. Вот буквально за ручку она ходила, как сфотографироваться, как оформить документы. Все это, люди за чертой это не умеют делать, простые вещи, простые навыки. И вот он жил у Ларисы. Она ходила, оформляла все документы. Он ходил ко мне на занятия. Оказалось, что хороший бульдозерист. Восстановили все документы. Требовалось время. Да, он очень был мотивирован. Да, он очень хотел. И вот удалось ему помочь. Удалось ему помочь. Он вернулся полноценным членом общества. Стал работать бульдозеристом. Зарплата хорошая, стабильная. Мог позволить себе уже снимать жилье. И вернули обратно в общество. Вот это все.